Почему молодое поколение пассивнее, пессимистичнее и инфантильнее, чем старшее поколение? Вообще, наше восприятие молодых людей с возрастом очень сильно меняется. И старшему поколению свойственно с отчаянием смотреть на молодое поколение и говорить, что все обрушится обязательно, потому что они совсем не такие, как мы. Но, наверное, это не так во многом, потому что человек, становясь взрослым, по крайней мере, когда ему так кажется, допустим, в 22 года, вот он считает себя взрослым. Он один, а в 42 он будет совершенно другой, а в 58 он пройдет еще очень большой путь. И к какому-то своему времени под Божьим руководством этот человек научится преодолевать и инфантильность, и малодушие, и неорганизованность. Мы просто себя 20-летними не помним часто очень. А мы тоже были в глазах старших поколений инфантильными, и вот все по списку. Это с одной стороны, поэтому не надо их осуждать. Я, например, сейчас столкнулся с тем, что моя дочь учится в одном учебном заведении, гуманитарном, где студенты матерятся все, пьют, ну и прочее по списку. А преподаватели, среди преподавателей существенное число работающих в этой же сфере людей, которые верующие, глубокие, очень тонкие. И я думаю, что вот когда-то они были такими же студентами, понимаете. Вот, а потом прошло 20 лет, и они стали другими. Поэтому решать так вот не надо. Но инфантилизм развился в какой-то степени, в каком-то смысле очень сильно из-за того, что нету примера хороших семей. Его почти нету. Вы знаете, вот еще 20 лет назад любого разговора о христианстве можно было начинать с притчи о блудном сыне. Вот я приходил в школу, например, в старшие классы, и говорил, и большинству было понятно. А теперь, если я приду в класс светской школы и начну говорить с притчи о блудном сыне, то большинство сидящих там не растут с родными отцами или вообще растут без отцов. И бывает, что это один или два человека только в полноценной семье, где папа и мама свои родные и никогда не расставались. Вы понимаете? Поэтому 2000 лет притчи работало, а сейчас ее надо дополнительно объяснять. Что вы хотите от мальчика, который вырос с мамой и бабушкой? Конечно, он будет инфантильный. Это естественно, потому что функцию отца в семье нести кому-то надо, и он начинает нести мать. Соответственно, ее характер становится стальным, потому что она вынуждена принимать решения. И, конечно, это давит еще сильнее на, допустим, сына, который и так не видит ежедневного примера отца. Конечно, он вырастет инфантильным. И, конечно, когда он будет создавать семью, ему негде взять вот эти поведенческие сценарии отцовские. Что с этим делать? Молиться и черпать у Господа пример. Молиться и ставить перед собой задачу. Да, вот я создал семью, свадьба отошла, деньги в конверте подарены и кончились, а теперь надо самому работать. А я не умею, раньше все решала мама, а теперь должен решать я, потому что молодая жена не хочет, чтобы мама решала. И она совершенно права. Поэтому Господь ведет каждого из нас тем путем, на котором он возрастает. И понуждает нас, понуждает к тому, чтобы мы преодолевали эти вещи. Но есть какие-то и общие тенденции. Вот такая инфантильность, может быть, пассивность. Действительно, этого больше сейчас. Ну, дай Бог, чтобы каждому из нас вырасти и стать покрепче. Волей тоже. Продолжение следует...